Птицы мира, читающая девочка, умная нация, Димаш и другие. Все эти муралы, появившиеся в октябре за короткое время, всего по инициативе глава региона Ассоциация урбанистов запланировала реализовать в городе 5 проектов, направленных на культурное развитие области. В рамках проекта в Лосном Центре должно появиться 10 муралов с изображениями известных и исторических личностей, а также творения, олицетворяющие духовные и нравственные ценности нации. Один из них – мурал Димаша Кудаберегенова по улице Букимбай-Батыра. Каждый мурал должен содержать огромный смысл и нести определенную информацию. Это стало одним из поручений Акима области. Реализовали идеи ассоциации урбанистов совместно с Креативным бюро города Алматы над изображением работы группа художников. Локации для художества выбрали не случайно. Во-первых, украшать они должны центральные улицы или же главные, так что проезжающие могли любоваться портретом или картинами на РТЦ дома. Но дело в том, что по улице Букимбай-Батыра уже есть мурал Димаша Кудабергенова. Все 10 мурал должны будут закончить в ноябре месяце. Развитие сельского хозяйства в Моголжавском районе идет полным ходом. Таксилия Талдосай успешно работает в хозформировании, занимающейся выращиванием лошадей моголжавской породы. Его возглавляет местный житель Руслан Мукатов. Продажа молока и мяса является самым важным пунктом в деятельности любого хозяйства, занимающегося животноводством. Однако фермер из Талдосая сейчас ставит упор на увеличение количества лошадей. На данный момент у него насчитывается порядка 150 голов скота. Работа с лошадьми – дело непростое. В данном хозяйстве на сегодня работает 5 штатных сотрудников. Большинство из них – местные жители, и каждый из них вносит свой вклад в дело. Отметим, их заработная плата составляет 200-250 тысяч тенге. Библиотекарь региона обсудили актуальные вопросы детского чтения. В рамках «Года ребенка» прошел областной семинар с участием сотрудников детских библиотек. В ходе выступлений спикеров затронули тимы краеведения, в частности, изучение подрастающим поколениям истории родного региона. В ходе мероприятий подвели итоги марафона, посвященного 85-летию краеведа Рышан Ильясовы, а также конкурса школьников «Байганинские чтения». С начала года в Комитет контроля за медуслугами поступило 117 жалоб от населения. На их основе организовано 25 проверок. За грубые нарушения получили замечания городские поликлиники 1 и 4, частные клиники Куанна-Щипагер-Ц и Доктор Плюс, а также ряд районных больниц. С запущенными медиками и ошибками ознакомились члены областного общественного совета. Особое внимание они уделили кадровому насыщению здравоохранения региона. Вторым вопросом повестки дня стала экологическая проблема. Члены общественного совета намерены создать совместно с ответственным ведомством специальную комиссию по вопросам загрязнения воздуха Ак-Тубе. В Ак-Тубе пришел региональный форум «Молодой учитель. Путь к успеху». В данном мероприятии организованы совместно назарвать интеллектуальные школы и Центром педагогического мастерства приняли участие более 120 молодых педагогов области. В программе форма мастер-класса, тематические творческие площадки, мотивационные выступления спикеров и различные тренинги. Ибигский сельский округ является одним из крупных округов в Магалжатском районе. Здесь проживает более 3000 жителей, включая представителей 12 некоренных национальностей. В сентябре здесь открылась детская площадка. Кроме того, здесь началось строительство многопрофильного спортивного комплекса ангарного типа. На данный момент построили фундамент. Откроется комплекс уже в следующем году. Село с каждым годом просветает, а его жители искренне желают, чтобы их родина становилась все лучше и краше. Сент-Эбик Калан еще в 1996 году открыл свое дело. Начало занимался выращиванием кормов для скота. Однако в 2005 году пришлось приостановить свою деятельность, так как в том году уступила сильная засуха. Поэтому фермер решил сфокусироваться на развитии животноводства. В сфере животноводства фермер сейчас успешно развивается и даже продает свою продукцию в город. Тем не менее, существуют проблемы, связанные с высокой конкуренцией на рынке. Однако есть и определенные успехи, говорит фермер. Примерно два года назад по госпрограмме хозяйств установили трансформатор и подключили электричество, что облегчило работу в разы. Известный юрист из столицы Абдекари Макжанов продолжил разъяснительную работу по выборам. Состоялась встреча с производителями и нефтегазовой отрасли региона. В ней приняли участие другие члены штаба за честные выборы. Они отметили, что каждый, кто применяет участие в голосовании, должен знать свои законные права. На новый отопительный сезон осилию необходимо более 24 тысяч тонн угля. БТВ уголь для насилия поставляется с июля. На сегодня доставлено порядка 18 тысяч тонн. На железнодорожных тупиках имеется 1400 тонн угля. Цена продаж составляет 17-18 тысяч деньги за тонну. Кроме того, 12 вагонов с твердым топливом находятся в пути. Классика 2022. Прошло торжественное открытие областного фестиваля конкурса юных талантов. В конкурсе принимали участие воспитанники музыкальных и художественных школ районов и города в возрасте от 10 до 15 лет. Всего около 100 детей. Каждый участник подготовил по два лучших номера. Оценили настоящие профессионалы их своего дела, специально приглашенные на конкурс из других городов. И всего проходило два дня. По итогам мероприятия победители участники были вручены денежные подарки. Основная цель – это выявление талантливых, одаренных детей. Из самых глубинных областей, из аулов, из дальних, чтобы эти дети обучались профессиональному академическому искусству. Здесь очень много талантливых, одаренных. Думаю, не будет сложно выбрать. Думаю, что каждый ребенок все равно он талантлив. Талант нужно раскрывать. Думаю, сегодня будем выявлять, оценивать. Для детей тоже это будет очень большой рост. Они увидят, они будут друг друга слушать. Это же тоже дает стимул для развития. В селе Ембек в настоящее время начитывается 293 жителя. Сейчас идет установка комплексного блока модуля очистки воды. В ближайшее время сечами будут обеспечены влагой. Также на вездах силы Сагашили и Башилимбекского сельского округа уложен асфальт. По словам специалистов, все работы были выполнены в срок. Местные и старейшины в свою очередь выразили благодарность за проделанную работу и поделились новыми предложениями по улучшению качества жизни населения. Отметим, что в Ембекском сельском округе насчитывается 14 населенных пункта. Это Сагашили, Башили, Тимир Купребекетте и Типсин Карабулак, где проживают более 3000 жителей. В Краевеческом музее стартовала первая выставка фотокорреспондента областных газет Актюбе и Актюбинские вестники Уанда Катулимисова. 32-летний фотограф впервые взял в руки камеру в прошлом году. До этого он работал юристом в офисе одной из компаний. Но только придя в периодику, Уанда нашел свое место в жизни. Он выяснил 38 своих лучших кадров. В его объектив попали городские пейзажи, яркие события актюбинцев и личности. Пусть только продлится до конца месяца. Данное крестьянское хозяйство было открыто еще в 2016 году. С тех пор, по словам управляющего Хабибулата Нуржанова, каждый год они принимают скот от населения. После откорма в течение двух-трех месяцев и при наборе весит 400-500 килограмм, выпускают на рынок. Мы скот принимаем и от населения. Для начала откармливаем его. На это уходит иногда два месяца, иногда три-четыре. По-разному. Ибо каждое животное, которое мы принимаем, по-своему индивидуальное. Но в конце цель одна. Необходимо, чтобы они набрали вес 400-500 килограммов. После этого мы их выпускаем на рынок. На сегодня от населения мы получили порядка 700 животных. Что касается вопроса реализации, то у этого хозяйства на сегодня имеется три магазина в городе, где они успешно продают свою продукцию. По словам управляющего, хозяйство развивается вполне успешно. И никаких серьезных проблем у них нет. Отметим, что в Магалжарском районе на сегодня начитывается 470 сельских хозяйств. И более 200 из них открыли свое дело по госпрограмме. И успешно его развивают. 19 товаров, имеющие социальное значение, должны продаваться с наценкой более чем 15%. Число таких товаров относятся хлеб, молоко, мука, сахар, рис, макуронные изделия и другие продукты, которые потребляют с населением ежедневно. Социальные товары и так далее. Дешевый сегмент. И основная электрина вот давали. Владельцы магазинов необоснованно завышающих цены будут привлечены к амнистративной ответственности. И если вы заметили, что стоимость социально значимых продуктов выросла, вы можете оставить жалобу. В случае мониторинга, то есть если гражданин выявляет нарушение в магазине на превышение стоимости более 15%, он имеет право обратиться в Акимат с соответствующими документами. Это чеки, товарные, фискальные и написать заявление на данный магазин. Только что вы посетили два объекта и каковы результаты? Мы посетили два объекта. Мы посмотрели супермаркет Дина, мы посмотрели супермаркет Анвар. Мы видим, что ценообразование в данных супермаркетах соответствует нормам. По всем продуктам соответствует нормам, да. Сегодняшний рейд показывает, что две торговые сети, которые мы посетили, поддерживают средние цены на продукты питания. Эта работа будет продолжаться. Следует отметить, что в магазинах для потребителя должна быть вывешена памятка спичным продуктов, относящихся к социально значимым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова